Я вас приветствую, товарищи! Сегодня в очередной раз хочу поговорить про самое-самое главное, самое основное, без чего невозможно сдвинуться вперёд. Неважно, сами вы занимаетесь, у преподавателя это вообще никакого значения не имеет. Это, как обычно, слух, друзья мои. Как я всегда говорю, слух – это один из тех множителей, который, если он стремится к нулю, то общее произведение стремится к нулю. И сегодня я, во-первых, дам небольшую рекламку, потому что наконец-то наступило очень важное событие, но о нём чуть позже. Представим себе, что вы сторонник душевной игры, вам важна музыка, чувство, мелодичность, и как вы там это всё называете. Скажите мне, как вы при отсутствии относительного слуха, не надо говорить про абсолютный слух, не все же типа абсолютники, он не нужен, абсолютный слух в данном случае. Как вы при отсутствии слуха будете отрабатывать бенды? Бенды – это всегда подтягивание ноты. Была нота ре, подтянули её в ми. Вот давайте так и сделаем. Подтянем ре в ми. Скажите мне, если у вас беда со слухом, как вы вообще узнаете, что вы подтянули это в нужную ноту? Как вы узнаете, что вот это – это то же самое, что вот это? Как вы это узнаете? Ведь большинство подтягивает вот так. Это выглядит, на самом деле, следующим образом. Человек подтягивает ноту. А надо-то попасть сюда. А он попал чуть ли не на полтона выше. Или ниже. Или вообще просто совершенно не туда и не в ту степь. Как вы без слуха это узнаете? Развиваться в любом случае нужно. То есть, если, ну хорошо, не всем интересен шрек, не всем интересно там поливание. Хотя мне слабо понятно, как вы, например, сыграете соло Брайана Мэя из великолепной песни шоу «Мазгон». Без хотя бы каких-то навыков там игры, хоть немного быстрых пассажей. Но даже ладно, даже если не так. Как вы узнаете, что вы вообще бенды делаете так, как надо? Они ведь не звучат. Там, не знаю, опять же, набившие оскорбину при... Он у большинства звучит вот так. То есть, вот такой кошмар, он происходит же. Почему? Потому что вы не слышите, куда вы попадаете нотами, куда вы попадаете своими бендами. И эта проблема, это самая распространенная проблема среди всех категорий моих студентов. А радостное событие заключается в том, что мы наконец-то составили программу «Сальфеджио». Владимир Семенов, один из моих преподавателей и обладатель музыкального образования, под моим нажимом составил программу по «Сальфеджио», которым можно заниматься точно так же удаленно. То есть, не надо идти в музыкальную школу районную, не нужно иметь дома пианино для того, чтобы заниматься «Сальфеджио». Это всё переориентировано и адаптировано под гитару, под удалённые занятия. Чем вы будете заниматься? Учить самые необходимые ноты на грифе, чтобы просто хотя бы видеть те ноты, которые вы играете. Не в каких-то адских масштабах, не зазубривания, но минимальный набор нот для минимальных понятий об аппликатурах. Пропевание нот, пропевание интервалов, пропевание фраз или последовательности нот, пропевание гамм и так далее, тому подобное. Это всё необходимо для того, чтобы научиться просто в голове понимать то, что вы делаете руками, а впоследствии делать руками то, что вы представляете себе в голове. Без этого невозможна игра на гитаре. Ну, по крайней мере, нормальная игра на гитаре. Разумеется, всё так, как вы любите в моих или в наших уроках. То есть, всё всегда документируется, протоколируется, всё всегда делается по системе, то есть, не в таком стандартном режиме, как это всегда. Ну, давай, что тебе интересно сегодня? Нет, всё составлено, всё выверено, всё чёткое, ясное и понятное. Шаг за шагом достаем бананы из ушей. Записаться можно по ссылке снизу для уже действующих студентов, занимающихся по любой форме занятий. Существует весьма существенная скидка. Поэтому, кому не хватает слуха, кто хочет бананы из ушей поддостать и, наконец-таки, начать понимать, что у него вообще происходит и что у него выходит из-под пальцев, буквально бегом. Это, наверное, самое важное нововведение в моей работе с момента создания командной игры. Развивайте слух, занимайтесь музыкой. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!